Подешевле и выбор есть. Покупаем овощи, фрукты со своего региона. Это очень даже хорошо. Яблочки покупала, потом картошку, капусту хочу сегодня накрашить. Прямо белокычанная. Народ берет картошку, он машинами возит. Ну, слава богу, все хорошо. Только картофель обрянцы купили 77 тонн. А еще почти 11 тонн лука, капусту, свеклу, морковь. Качество хорошее, организация хорошая, чисто, прекрасно подойти. Все хорошо. Импортного ничего нет. В основном идет своя продукция. Но людям хватает, наверное, и рады, что она существует, эта ярмарка. Порой сельхозпроизводители остаются на привычном месте всю неделю. Наталья Гопеева торгует и в выходные, и в будни. Из-под копалки сразу сюда привозим. Видите, все свежее. Как-то дороже на рынке два раза. Морковка 70 рублей, а у нас 35. Это уже большая разница. Именно эта самая разница в стоимости и степени свежести товара и привлекает на ярмарке выходного дня покупателя. Вот только в будни на местах, выделенных для брянских сельхозпроизводителей, можно встретить перекупщиков. У этого продавца мы так и не смогли выяснить, откуда он привез картофель. Спрашиваем цену, отшучивается. Картошка 33. Ну 38, что только что говорили. Ну 38, да. А почему так дорого? Девушка, ну не надо мне снимать, зачем? А вот грейпфруты. Делят прилавок с яблоками и прочими характерными для нашей полосы фруктами. Едва ли они выросли у местного фермера. Напомним, следующие овощные ярмарки пройдут в Брянске 2 октября. Работать они будут по привычным адресам с 8 утра и до 15 часов дня. Ольга Макушникова, Игорь Винничук. События. Брянск.